Село Полдневая. К ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Морозову приехали гости. Целая делегация. Он ждал. Даже праздничный пиджак надел. А на нем больше десятка медалей разного достоинства. Пока школьники читали протокольные фразы, он внимательно слушал. Молча. Только когда глаза неожиданно увлажнились, стало понятно. Вспоминает. Руку-то передело осколком-то. Крови-то много вышло. Покадов. Я обратно бежал к блиндажу. И у меня, в общем, пал в траншею. Уже не прыгал, а свалился. Покадов лежу, вроде ничего. Сяду. У меня голова о. И холодный пот. Нет, нет. А меня это... Мне последний... Меня уже под Берлином ранил. Заводором. А еще Владимир Морозов мечтает о том, чтобы хоть одним глазком посмотреть на праздничный митинг, который 9 мая проходит в городе. Да только уже два года ноги плохо ходят. И раненая левая рука слабеет. 96-летний ветеран войны, смущаясь, говорит, что ему неловко перед полевчанами за свое состояние. Не стоит. Вы нам жизнь подарили. Будьте здоровы. Здоровье, конечно, их подводит. Но еще больше огорчает, что условия жизни не соответствуют тому вкладу, который они внесли в победу. В полневой, например, два дня, как нет света. Владимиру Морозову и остальным жителям приходится проводить вечера со свечами и аккумуляторными лампами. Хотя сами ветераны не жалуются. Говорят, привыкли к полевым условиям. Глава села Елена Артемьева поясняет – явление временное. У нас идет реконструкция головной подстанции. Там наладка нового электрооборудования. Дальше отправляемся в кладовку. Здесь живет труженик тыла Герфанова Салима. Она плохо видит и слышит. За ней ухаживает дочка. Она-то и рассказала нам, что каждый приезд гостей из города для 95-летней бабушки – это всегда праздник. У нее четверо детей, семь внуков и 17 правнуков. На ее день рождения в кладовку приезжают все. Маленький домик такую большую семью не вмещает. Стол накрывают во дворе. И каждый раз вспоминают военные годы труженицы Салимы, о которых, как правило, рассказывает дочь. Она в тылу работала. Работала, лес валила. Две нормы делала, как рассказывает. Все мужики с такой пилой, а она лучковая одна. Она единственное, что хорошо жить стала, а умирать пора. Печально, но с каждым годом ветеранов войны и тружеников тыла становится меньше. В 2015 году я тоже вручала медали нашим труженикам тыла. Их было в количестве 32 человека. Сегодня у нас 19. 23 февраля – предстоящий праздник Победы. Далеко не все поводы, по которым такой десант добра приезжает в отдаленные села. Ветераны Северского трубного завода шествуют над ветеранами. Вот села Кладовка, она правильно называется. Они ежегодно в День пожилого человека сюда приезжают с пирогами, с чаем, с концертными программами. Привозим мы специалистов комплексного центра, и медиков, и парикмахеров. То есть вот такой вот у нас праздник домашний мы проводим в День пожилого человека. А это последний адрес на сегодня в деревне Кладовка. Здесь живет Виталий Петрович Серебренников. Бывший начальник железнодорожной станции, человек, который помогал переправлять на фронт вагоны. А сейчас занимается разведением цветочной рассады. Особенно любит астры. У меня баня, так я тротуар как сделан, так я по бокам-то насажу, насажу. Ну и вот. Землю приготовил полную, чтобы расставило. То есть вам скучать не приходится? Нет. Чего скучать? Картошку садим и все. За грибами бегает? Я ночью не одну тысячу только грибов продал. Где-то ночью ноги плохо стали. То я на велосипеде за три километра за грибами на рыбалку все гонял еще. Сейчас наши ветераны живут воспоминаниями о былой молодости. Сожалеют об утраченной пятилетке. Но гордятся общей победой. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.